Что сказать вам, москвичи, на прощание? Вопрос был чисто риторический. Никто не ждал на него ответа, ни стоящие ошеломленные толпой москвичи, ни остальные. Переворот свершился так внезапно, что никто, ни якобы восставшие, ни потерпевшие, еще не осознали, как следует, что же, собственно, произошло. Отличия между теми и другими были обозначены лишь падающей звездой с неопределенным количеством лучей на серых москвичевских рукавах. Современные материалы помогали сделать количество звездных лучей неопределенным, меняющимся, почти виртуальным. Так было лучше и помогало избежать нежелательных ассоциатов. Так что сказать, повторился вопрос, неизвестно от кого исходящий, ибо губы всех были плотно сжаты. «Аревидерчи и рома» – прозвучало неуверенно из толпы падающей звездных. «Третий рома», – добавил кто-то, – и наступила гнетущая тишина. Все понимали, что не было никакого переворота. Никто не занимал вокзалов, из которых давно не отправлялись уже поезда, а если отправлялись сами по себе по инерции, то навсегда исчезали. Ни телеграф, ни почта совсем уж никого не интересовали, а по интернету бродили вирусы больше человеческого роста, вши времен гражданской войны и клопы Николаевской эпохи, разжиревшие до неузнаваемости на виртуальных харчах. Потом кто-то запел за могильным голосом похабную песню, и пространство между двумя аморфными людскими массами стало медленно увеличиваться. Обе массы пятились задом, никто не оборачивался и не замечал вырытых бульдозером огромных канав для будущей канализации, очутившихся позади тех и других. Падали, как кегли, с треском, чего трудно было ожидать от столь аморфных тел. Огромные трубы еще не были уложены, и канавы вместили неимоверные людские массы. Трубы никогда и не будут уложены, ибо срать больше будет некому. Аривидерчи, Рома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...